всем привет меня зовут светлана сегодня у нас на канале обзор очень полезного устройства особо актуального сейчас когда весна в самом разгаре и это устройство поможет нам помыть окна это моющих для окон хобот 298 ультрасоник несколько лет назад на нашем канале уже был обзор похожего устройства от той же самой компании хобот только другой модели эта модель отличается тем что у нее есть распрыскиватель моющего средства то есть робот сам автоматически разбрызгивает жидкость для мытья окон ну давайте обо всем по порядку робот поставляется вот в такой коробочке эта модель квадратная примерно 24 на 24 высотой 10 сантиметров кроме такой формы еще существуют роботы круглые состоящие из двух круглых частей соединенных вместе напоминающих восьмерку у этих моделей разные принципы движения но кто из них моет лучше это уже вопрос спорный можно прочитать отзывы в пользу и той и другой формы в комплект входят сам робот чистящие салфетки специальное моющее средство пульт для управления устройством ряд проводов с помощью которого мы подключаем это все к электросети и руководство пользователя и так давайте все это рассмотрим более подробно и так как я уже сказала сам робот квадратный с той стороны которая закрепляется на окне имеются гусеницы место куда мы будем наклеивать чистящую салфетку и также отверстия через которые будет захватываться воздух и устройство будет присасываться к окну с другой стороны имеется ручка за которую можно держать робот кнопка запускающие устройства находится рядом на этой же ручке также здесь имеется контейнер куда заливается моющее средство и еще один переключатель радиатом с контейнером который включает все устройство то есть сначала мы включаем а потом уже запускаем выбранную программу так как робот работает на вертикальной поверхности то у него есть страховочный трос достаточно длинный который можно закрепить на какой-либо твердой поверхности которая находится у вас помещение а сам прибор поместить на окно например с противоположной стороны балкона и уже можно будет не бояться того что он упадет кому-нибудь сверху на голову робот работает от розетки встроенный аккумулятор у него имеется но он рассчитан на то чтобы прибор не упал если у вас вдруг отключится электропитание то есть от аккумулятора сам по себе он не работает шнур достаточно длинный вместе с удлинителем общая длина примерно 5 метров в комплекте идут три вот такие желтые чистящие салфетки но если у вас много окон то этого количества может не хватить я вот докупила еще дополнительный комплект салфетки можно стирать сушить аккуратно и использовать повторно также с роботом идет специальное чистящее средство для окон сложно сказать чем оно отличается от обычных средств которыми мы пользуемся но по составу вроде бы есть какие-то другие компоненты но естественно производители рекомендуют пользоваться только их фирменным средством при желании также как и чистящие салфетки такое средство можно купить у производителя ну у меня еще его достаточно много поэтому другими средствами я пользоваться не пробовала и так как же работает это волшебное устройство робот может выполнять два типа уборки сухую уборку и влажную уборку при этом средство он сам автоматически распрыскивает из контейнера в контейнере помещается 50 миллилитров моющего средства кстати есть запасной контейнер если у вас случается что-то с этим мир он забьется или еще как-то сломается то можно поменять также пока все комплектующие есть в свободной продаже и случае чего можно тоже докупить такой контейнер в интернет-магазинах на дно робота необходимо прикрепить салфетку она закрепляется на липучках салфетка такой интересной формы такой квадратик с дыркой посередине и также есть выемки для гусениц на дне прощупываются специальные такие полосочки куда будет прилепляться салфетка возможно с первого раза хорошо закрепить салфетку не получится нужна небольшая тренировка сейчас у криво пошло сейчас переклеим прикреплять надо аккуратно чтобы не заградить гусеницы и также не заградить датчики которые располагаются по углам робота с помощью этих датчиков робот ориентируется на поверхности окна и также может определять если у вас окно или зеркало без рамы то тоже с помощью этих датчиков робот определяет что дальше ничего нет и не сваливается с такого рода поверхностей вот я прикрепила более-менее ровно салфетку у других моделей роботов есть еще салфетки синие но в инструкции написано что эти синие салфетки к этой модели не подходит подходит только желтые честно говоря почему я не знаю возможно потому что те синие салфетки предназначены только для сухой уборки а желтые для обеих видов уборок в контейнере для жидкости есть небольшая заглушка которую необходимо снять и заправить контейнер жидкости если вы планируете делать и влажную уборку в том числе конечно 50 миллилитров желательно отмерить сразу и потом уже нужную порцию залить в контейнер я налила чуть-чуть средства чтобы нам хватило на один раз думаю что хранить прибор с моющим средством будет не совсем удобно ну конечно не протекает но мало ли что и так сейчас соединим все провода провод который втыкается в розетку подключается к блоку питания и этот провод короткий метод длиной и есть вот такой вот удлинитель на четыре метра куда можно вкрутить провод от блока питания на передней стороне рядом с переключателем включения и выключения есть отверстие куда вставляется удлинитель и прикручивается провод держится крепко и если даже случайно за него потяните то от робота он нет соединиться теперь немножко поговорим о том как вся эта конструкция работает после того как его его включили он начинает издавать достаточно громкий шум потом вы его прикладываете к окну и начинается сам процесс уборки управлять роботом можно с помощью дистанционного пульта подробную информацию о расположении кнопок на пульте мы оставим в описании под видео кнопки достаточно хорошо прощупываются поэтому проблем с использованием данного пульта никаких не будет пульт работает на двух батарейках 3а батарейки в комплекте уже были для управления робота можно использовать и мобильное приложение ну она откровенно говоря какое-то немножко бестолковое и кнопки на русский язык толком не переведены и не совсем не понравилось как она в работе себя показала поэтому мне кажется будет достаточно пульта а приложение полезно если вдруг вас что-то случилось пультом потеряли вы его или сломался он у вас робот выполняет уборку в двух направлениях на так называемые n-образные движения когда он сначала движется снизу вверх а потом немножечко по диагонали сверху вниз и z-образные то есть горизонтальные движения слева направо справа налево и так далее вот из этих двух видов движений и формируются различные программы по уборке здесь их несколько можно включить какую-то конкретную или комбинированную также с помощью пульта можно двигать робот и самостоятельно выше ниже левее правее но здесь нужно быть очень аккуратными потому что если вы будете неправильно и управлять то робот у вас может вредиться в раму и отвалиться от окна ну а так сам по себе он никуда не отваливается все держится достаточно плотно ну как я уже говорила если произошло что-то непредвиденное и он у вас отпал то всегда есть страховочный трос который нужно не забывать использовать и прикреплять перед началом уборки особенно если вы моете окно снаружи ну и конечно надо понимать что этот робот не ототрет вам очень грязные окна если вы не мыли окно год то не стоит ожидать что как-то волшебным образом она вот сразу с помощью этого устройства очистится все не так хорошо и за окнами все-таки нужно следить и если использовать робот регулярно то таких проблем не будет ну поэтому если у вас есть грязное окно то сначала лучше его почистить вручную слегка оттереть какие-то засохшие загрязнения и потом уже использовать робот сначала на сухой уборке чтобы он оттер пыль а потом уже на влажный потому что если вы сразу запустите влажную уборку то он просто вам всю грязь размажет по стеклу ну и надо понимать что устройство не моет рамы и может не промыть какие-то места в углах окон если этот робот хоть как-то может заезжать в углы то роботы другой формы те которые состоят из двух круглых вращающихся частей они в углы заезжать не могут в принципе потому что они круглые тогда возникает резонный вопрос зачем нужна такая техника если все равно приходится что-то думать руками как-то контролировать весь этот процесс да я соглашусь что руками помыть окно возможно получится и лучше но тут нужно учитывать несколько нюансов во первых то что важно для нас если вы совсем не видите то собственно контролировать процесс вам будет вручную сложно у робота есть хоть какая-то гарантия что он нормально отполирует не будет разводов и так далее плюс если вы живете на высоком этаже или если у вас есть окна которые находятся в труднодостижимом месте ну например на застекленном балконе то эта вещь тоже будет незаменима какие же можно мыть стекла с помощью этого робота минимальный размер окна 40 на 40 сантиметров и максимальный размер 5 на 6 метров кстати на маленьких поверхностях мне не очень понравилось как он работает все-таки ему нужен простор чтобы развернуться он достаточно громоздкий если у вас окна маленькие то скорее вам больше подойдет устройство круглые но у меня много достаточно больших окон поэтому я решила повести именно устройство с квадратной формы робот сможет помочь вам помыть не только окна но и зеркала а также другую гладкую поверхность например гладкие двери гладкий кафель и так далее ну вот кафель и двери я мыть не пробовала но зеркалами он справляется на отлично ну теперь давайте посмотрим на практике как же это все работает и так все готово к работе и сейчас установим робот на окно и посмотрим как он выполняет уборку вот робот включился вот наш помощник установлен на стекле сейчас можно на нем нажать кнопку старт или воспользоваться пультом запускаем одну из программ вот робот сначала двигается вверх разворачивается и начинаем движение слева направо постепенно спускаясь вниз ищет он в том случае когда ударяется о край рамы влажную уборку лучше делать безветренную погоду чтобы средство попадало на само стекло а не сдувалось ветром в разные стороны вот примерно пол окна он уже прошел так страховочный трос я не закрепляла так как находимся внутри помещения он абсолютно не мешает работе прибора вот робот пытается промыть углы старается туда заехать едет вдоль рамы чтобы тоже получше почистить вот сверху так и будет спускаться по другой траектории и вот вот и вот По окончании работы робот издает звуковой сигнал И возвращается к тому месту, где он начинал уборку Это очень ценно Ну и если вдруг он не приехал на то место, мало ли что-то случилось Его можно всегда за этот трос спустить Вот теперь помоем окно снаружи Конечно, вот такие вот узенькие стекла Узкие, высокие или просто узкие Мыть таким способом неудобно Он здесь просто не поместится на этом стекле Это в любом случае придется гнуть вручную Я не уверена, что на камеру будет видно Насколько это грязное стекло Но оно не мылось примерно год на балконе На ощупь хорошо просипываются пыль Если вы хотите помыть окна снаружи То необходимо это делать, когда температура не ниже плюс 5 градусов Зимой прибором пользоваться нельзя Только внутри помещения Вот на то, чтобы помыть это стекло Ему потребовалось примерно 5,5 минут Давайте посмотрим, насколько грязная оказалась салфетка Выключать устройство нужно, придерживая его за ручку Чтобы робот не упал Вот такая достаточно серенькая грязная салфетка То есть грязь явно собралась Не знаю, насколько визуально будет видно Вот это стекло, которое мы сейчас мыли А вот это стекло, которое осталось немытым Но на ощупь прям чувствуется Вот на левом стекле пыль А правое стекло гладенькое, чистенькое Что же касается цены Это устройство достаточно дорогое Я покупала робот примерно за 25 тысяч по хорошей акции Сейчас цены выросли И он стоит где-то примерно 27-30 тысяч Нужен ли вам такой помощник или нет, решать вам Но мне кажется, стоит переплатить за безопасность и за комфорт Конечно же, если есть такая возможность В комментариях напишите, что вы думаете по поводу такого рода роботов Пользуетесь ли вы ими или нет Может быть порекомендуете еще какую-нибудь модель А на этом у меня все Подписывайтесь на канал, ставьте лайки И до новых встреч!